В прошлом году фирма «Энергокапитал» и «Молдавская Грая» заняли первое место по налоговым отчислениям в бюджет среди отечественных экономических агентов. Более того, компания «Энергокапитал» была главным поставщиком валюты в Приднестровье. В этом году цена на поставку электроэнергии в Молдову снизилась на треть. Соответственно, сократились и налоговые отчисления, и поступления валюты. В этих условиях «Энергокапитал» стал объектом критики со стороны негосударственных СМИ и отдельных депутатов Верховного Совета. Ситуацию нам прокомментировал директор компании. Весь 2015-й, как и предыдущие три года, в Приднестровье сохранялся стабильный курс рубля по отношению к иностранной валюте. Один из секретов такого постоянства – регулярное поступление валюты в Приднестровье от продажи электроэнергии компанией «Энергокапитал». Вся наша деятельность с первого дня, когда компания начала работать, была связана с продажей электроэнергии. 100% валюты, которая причиталась компанией за продажу электроэнергии, поступала в Приднестровье. И, можно сказать, напрямую на счета ПРБ. Могу справа считать, что в прошлом году 189 миллионов долларов поступило в Приднестровье от экспортной деятельности компании «Энергокапитал». Компания столкнулась с проблемами. Расчеты за поставленную в Молдову электроэнергию происходят несвоевременно. В результате накопилась задолженность. На сегодня есть долг перед нами в размере 12,5 миллионов долларов, которые нам дожили поставщики Молдовы. За первый квартал уже 40 миллионов долларов в виде валюты долларов поступило в ПРБ. Напомним, в прошлом году «Энергокапитал» и «Молдавская ГРЭС» стали крупнейшими налогоплательщиками и поставщиками валюты в республику. В пользу такого тандема говорят и другие факты. За прошлый год «Энергокапитал» получила впервые самую большую прибыль за все годы работы в Приднестровье. Вот именно 2015 год принес в Молдове самую большую прибыль. Даже не те годы, когда она поставила электроэнергию на Молдову. И то было меньше прибыли. А вот именно год, когда они работали по такой схеме, они получили самую большую прибыль. Это все подтверждается. Данные финансовой отчетности неоткрыты. По новому контракту стоимость экспортируемой в Молдову электроэнергии снизилась почти на треть. Падение цены обусловлено активным участием в тендере двух украинских компаний. Соглашение будет действовать до 31 марта 2017 года. Андрей Малеванный, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал.